Теперь нет, теперь я еще одна кружка сейчас кончилась, теперь вторая. Горло пересыхает, нос не дышит. Вот это, друзья, моя черешня. Знаете что, час ровно сейчас прошел, минута в минуту. Я пошел на кухню, мне надо какие-то кисточки подлить. И эти две-три минуты, это какой-то отдых, и для меня, и для вас. Отдыхните от меня. Я не знаю, что я рассказывал про детей, надо ли вам. Или про дебильный учебник биологии. Чтобы путнего нет, а чтобы произошли из грязной лужи, обязательно все, первое, должны знать. Обязательно. Поехали. Значит, вы видите верхнюю часть черешни, черешня Боднара. Фотография сделана в моем саду. И вот это высота от 5 до 8 метров. У меня есть фотография, где мой помощник на, по этому самому, как это называется, на вот такой лестнице, стоя наверху, только до середины доставал, а выше нет. Вот это все досталось птицам. Сейчас поймете, к чему я клоню. Упустил момент. Так же, как Боднар, когда-то он был такой, как все. То есть, посажу, что получится. И получилось. 15-метровое дерево. Как он все нервы мотал. С ружьем отпугивал этих птиц. Вот, и это было. Так вот. Случилось следующее. Вот это Ильяна Александровна Савельевич. Это сад, не мой. Это сад нашего друга, пианиста, поселке Червушки. Так. И это то самое дерево. Это черешня. Тоже Боднара. Он взял литочку и привел на вишне степную. Вот тут он оказался молодцом. Это был 24-й год. Это уже третий урожай, который мы видели в Северном Санне. Я не раз переживал. А теперь смотрите. Надо ли на цыпочки вставать? Надо, нет? Я же ничего не выдумываю. Это ж не я рисовал, как другие рисуют эти. А черешни рисуют, оборзели. Девушку это я не рисовал. Это все натурально. Все это было, будем считать, почти в этом году. Июль 22-го года. Это все досталось птицам. Это все досталось нам, Вселенной Александре, внимание. И вот она в этой банке. Я второй раз показываю. Я показал эту банку, вспомним, на прошлом или позапрошлом вебинаре. А эту фотографию забыл. Вот она. Новое направление. Уже три года плодоносит. Сколько проживет все-таки черешня. Опять же, я же ругал эту самую абрикос на песчаную вишню. Помните, я ругал? А здесь не ругаю. Я говорю, теперь надо с нее брать черенки с этой черешней. И опять переносить на степную вишню. И в результате добиться снижения дерева уже на генетическом плане. Вот. Если тут же кто-то скажет, это невозможно. Вот. Перед вами это, пожалуйста. Невозможно? А? Это, знаете, почему вы скакали? Как те, эти самые, девчата, выпускницы Тимирязи, кандидаты наук, взять, передать один к одному цитату 1930 года. И сказать, что у них на теме генетическое нет. Ну, тупик. Не могу. Вот. И смешно, и грустно. А грустно, знаете, почему? Смешно, потому что глупо. Все, что они там это. А у них не было цели что-то доказывать. Им надо было доказать, что я дурак. Потому что их тогда возмутило, что мы заступились за дерево, которое они приказали изувечить. Вот. Им надо было любой ценой. Вот просто как? Посмели. Мы, помните, было, на шикарное образование такие слова. Смотреть на фотографии железа у вашего брата. Еще чего. Слово в слово. Еще чего. То есть, и этого они никогда не увидят. Представляете? Так, теперь я грустно. Вот она, банка не тронута. А там эти самые черешни. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Вот. Придет время. Март, апрель, май. А потом, извините, я их спасти не смогу. Они порастут прямо в банке, я их выкину и все. Почему? Я так красиво рассказываю и про это. И про, насколько это вот. Я говорю, я все это потерял. У меня птицы уносили. Мы собирали косточки потом. Помните фотографию, девочка моя собирала в баночку. Ну сколько она могла собрать? Ну там полсотни всего. Остальное птицы унесли. Все досталось им. Мы только облизывали. А вот, пожалуйста, ну скажите, ну что еще надо? Ну почему я не могу продать ни одной косточки? А? Да, это новое направление. Ну даже если ничего не идет, просто вырастет. Они уже будут более, это, чуть-чуть будут уже поменьше. Потому что Мичерин бы сказал, да, будут поменьше. Вот. Генетики скажут, нет, ну что там миллионы лет, там все железобетонное. Что вы миллионы лет? Она вот такая вот и вдруг, вот такая вот. Вот такая. Ну разве не интересно? Да по железам не прав. Ну ведь это же факт. Ну ведь не надо же лезть-то никуда и шею ломать. Ну что, так и будет стоять. Мне смешно, с трудом, а больше не было желающих. Двадцать, а еще вспомни, я же половину, десять мешочков, а это сто штук. Косочек, те самые крупные академика-пианиста, были разодраны, высушены и отправлены в этот самый Казахстан. Иван Кириллин, привет. Я знаю, что ты здесь присутствуешь. Наверняка присутствуешь. Вот. Ну там, а остальные оставалось восемь. Еще две ушло, две упаковочки, уже мокрыми, сырыми. И еще шесть ушло. Все. Это я ползимы продавал двадцать штук. Уникальные. Ну, раскупили. Может, кстати, кто-то может сейчас еще и пожалеет. Отказаться вот от этих вот. Самая крупная, которую я держал в руках. А фотографии показывал. Да? Да? Было дело. Застанье. Продолжение следует...